так внимание анатолий викола валерий еще раз здравствуйте я очень хочу привить уже готовые сортовая алычу и персик вот только кроме слива чернослива и терновик у нас еще не растет это где это у вас не растет ну-ка ну-ка жалко что написано и так кроме слива чернослива то есть ваши подвои это слива чернослив и терновик а хотите персик сортовой алычу ладно читаем дальше чувствую что на этих растениях должны проживаться конечно проживут я не специалист а любитель самовочка прошу отнестись к вопросам без насмешки я единственный кто это вам не эти не выпускницы теми разница вот какая насмешка уважение огромное а самое главное ничего не подкупает образование сугубо техническое мы с вами образованы технически только мы можем вырастить сады по-настоящему у нас особые мозги у вас пусть вы новичок вы любитель самовочка я любитель самовочка у нас у всех сколько уже мы тут системе первый десяток второй десяток вот мы все имеем техническое образование понимаете мы все имеем техническое образование вот это наш плюс кто-то заканчивать и мереживку он не умеет он может если я видел там во время этого спора конфликта глупо для кого-то смешного для кого-то трагичного может до инфаркта довести оскорблениями так но дело в том что там было несколько цитат а я потом беру цитаты это раз вот так вот и в это в яндекс они чужие с девятнадцатого века с двадцать первого века мичурины ненавидят цитаты мичурина да что вы там это вот мичурина отменили вот значит это же наука и все своего ничего нет выращивать не умеют ничего не в жизни не вырастили а мы любители самоучки только от нас теперь все зависит вот я надеюсь вы меня поняли анатолий и так сугубо техническое образование дальше получим так вот правильно понимаю что на эти вышеперечисленные привод персики абрикос можно с персиком да дело того что он довольно пластичный у вас смотрите слива персик привьется чернослив привьется черновник привьется абрикос сложнее он как бы гигант среди этих самых среди нормальных растений ну там алыча слива персик среднерослая рядом с ними абрикос гигант и вот когда мы прививаем допустим а у вас то есть на сливу масса примеров удачных у моих друзей но закреплять надо потому что сегодня это прижилось через три года и нету ведь это редкость когда ну попробуйте если говорю найдите мне привиты взрослую грушу привитую там на черноплодку взрослую ищут до сих пор найти не можно найдите мне абрикос привиты на эту долбанную песчаную вишню я уже других слов не подбираю на долбанную песчаную вишню ни одного что взрослым было а тиражирует сотнями тысяч а на сливу получается худо-бедно так получается а слива чернослива и террорик это родственники значит и на них получится но нужно особо условия а мы это проходили еще может проходить но мне опять не все что 151 вебинар повторить давайте на этом остановимся нету другого подвоя привайте пока скажу только самый принципиальный момент выбираете место прививки у самой земли но есть еще вынужден скелет привить долго не продержится абрикосы допустим абрикосы последний год а вы мне выписали абрикосы на которой у которой почки имеют вот такой потенциал такие плоды потенциале привели на сливу а потом быстрее быстрее через год-два-три уже на абрикос перенести поймете через год-два-три уже перенести хотя бы спасти пока есть возможность поймите меня не будет нигде никто никогда вам нет ни один чернок не пришлось нету такого больше нету боднера нету латинкова все круг замкнулся даже так было меньше чем пальцев на руке и вот получается что фактически я вам ответил значит с абрикос можно одновременно и потому что опять на сливе у меня до 10 лет выдерживал абрикос на сливе ну что ты будешь делать все-таки разные виды и но это еще раз самое главное скажу это вынужденная мера иметь вот эти подвои вынуждены есть возможность выписать абрикосы косточки выписывайте к нему же крупноплодные приучены тридцать с лишним лет на это ушло но уже все понимаете можно на свои попробовать то есть мы и по двое а ваши где-то абрикос там европе иногда попадаются вот можно конечно на крайний случай здесь вдруг пока растели мои по двое апривое я уже не высылал ну все бывает я же неделю назад подыхал все в жизни бывает и последнее что скажу никогда специально этим не занимайтесь есть возможность слива на сливе абрикос на абрикосе вишня на вишня черешина черешня персик исключение хотите иметь персик на персик плевать бесполезно не хватает морозной стойкости даже для средней полосы россии или вы даже можете вообще найти при перезрел персик из магазина они снимают их зелеными он может быть кошка неполноценная но в надежде что пока полежит еще перезреет вы посадите укрывайте все же и у вас будут вот такие персики и есть такие ребята которые выращивают вот такой вот только потому что укрывают утепляют поняли да вот но в идеале если есть под мой 1 видовый только 1 видовый вот так вот я ответил этот вопрос в этом году привал кедр дальневосточный с веток полносящих дерево на сибирский а вот до лучи еще не добрался кстати это приближает поглощение сильно если у вас все получилось у меня не получилось у меня сотни привел все оказались мертвые так что не так уж я герой еще у вас очень большой теоретически и практический материал в виде фильмов и лекций подскажите в каком из них есть информация о выведении новых сортов на свое имеющиеся и каким методом достигается о посадке семья он познакомился нормально не могу определить что за это изучение вообще скажу итак вы хотите иметь информацию о выведении новых сортов на свои месяцы придется потратить еще пять минут хотя бы уже в этом году об этом говорили и так семяное выращивание после искусственного скрещивания специального целенаправленного я исключаю жизни не хватит для нас проще сразу получить результат практически сразу с помощью привела но есть существует возможность теоретическая где-то это точно почитайте мичурина я вам показывал там эти самые книгу в которой она есть интереса книга не название ни начала ни конца а в середине большой раздел по визитивной ювелизации ну кому надо я могу каждую страницу перефотографировать если действительно надо но я противник этого почему допустим мичурин скрещивал этого самого ежа с южом серьезно так лежа с южом то есть он взял черемуху искрестил с вишней и получил церападу используя революционный метод под названием насыщение метра подробнее мы не будем получил из двух полу несъедобных сортов еще один сорт который есть практически невозможно нужен он вообще-то я считаю не нужен если по себе хороша черемуха по себе он нашел границы возможного он придумал новые методы честь ему и хвала нам это просто не нужно вот есть и есть допустим нет тут вот другом месте мы потом увидим меня прям сказать а вы возьмите то есть сам то ему голову не приходит абрикос скрестите там с этим самое то ли совсем это лишь персиком я уже был вот просто возьмите и скрестите мне больше делать нефиг наша задача не выходить за рамки разумного то есть абрикос поливать на абрикос сливу на сливу персик на евро все кроме персика потому что не в горстойки его надо на эту опять же на лучше на терна сливу на абрикос персик и при определенных условиях это мой метод настоящий ментора верную ру том-то мечуринские это другое наслоение метро подробнее не буду можно добиться того что поднятие маростойка с грансом на 510 выше его результат увидели моем саду пусть подмерзал все но никогда не укрывал Никогда. И вот что получается. Значит, если исключить персик и черешню, которая является близким мастерником вишни. Иногда вишня побеждает, и черешня становится вишней. Но это и следующая история. Все остальное, повторяю, вишня на вишне, черешни не хватает, пожалуйста, черешни на вишню. Сливу на сливу, есть китайские сливы. Грушу на грушу, есть висулийские груши. Яблони на яблони, из сибирки. Так, показывал. Вот они, красавцы. Внутри видовое. А чудеса получаются потом. Смотрим дальше. А, вот. Чудеса. Как? Когда вы этим занимаетесь, новое из них выявляется, помните, эти необычно, невероятно крупноплодные абрикосы, которые мы не планировали и не собирались планировать. Они сами. Вот я и пишу. Наша задача, это даже постулатом можно назвать, наша задача обеспечить комфортное существование уже имеющихся видов. Вот зачем нам улучшать абрикос? Зачем нужен абрикос гибрид со сливой, или абрикос гибрид с терном, или абрикос гибрид с этим, с персиком? Зачем? Что вкусных персиков не видели? Роскошных абрикосов не видели? Зачем? Потерять десятки лет, а потом случится, как с черным абрикосом. Достал черенки, хожу, теряю, почешу. На что его привить? Ну, конечно, на абрикос. Написано же, черный абрикос. Это потом оказалось, что он ближе к этому самому калыче, черное лыче. Это потом. А поначалу-то абрикос, черный абрикос, прямо на абрикос. И он начал же светлеть. Все, черного абрикоса больше нет. А я вам черенки продам. Возвращайте черный цвет. Есть среди вас такие же, как я? Не буду показывать пальцем, такие же, как я. Вот. Тогда пробуйте. Но это отдельный совершенно разговор. А нормальным людям надо абрикос на абрикос, сливу на сливу, яблая, яблая, грушу на грушу. И вдруг, получается, это даже не генетический сбой. Это нормально. Чуть-чуть меняются условия. Переезд в другое место. Новое подвое – это новое место жительства. Подвое – это место жительства. И вдруг из него вылазит, как шило из мешка, гены дедов, прадедов может быть тысячелетней давности, а может, миллионной летней давности. И для этого ничего, палец о палец, просто прививайте, прививайте, прививайте. Опять повторяю, как можно ниже основания штамба или в основании скелетной ветки. Вон я говорю. Так. Фух. Информация. Вы меня что спросили? Вам нужно было что? Что взять за изучение? Для новичков, говорю. Для опытных уже все. И так знаете. Некоторые могут лекции из вас читать уже не хуже. Мне. Диски 11, 17, 17. Я не призываю все 20. Некоторые покупают штук 20. Ну, допустим, раз в полгода. А так они лежат. А вот если взять 11, 17, это моя лекция в Москве. В Москву съехалось два потока. Два полных зала. Шесть дней. Ехали за границей. Ехали с всей страны. Я помню, раньше, чтобы не попасть в пробку, в шесть утра приезжаю, идут с рюкзаками, с чемоданами. Прямо с электричек, с поездом. Это было так, как это было для меня, ну как, трогательно. Вот. И они были новички. Все. Там, может, сидел такой этот самый Зубр, который все знает там. Реплика Александра Алексеевича. Вот такой Зубр сидел. А больше Зубров не было. И вот эти диски именно для новичков. Понимаете? Именно им я учил. Потому что, как там было, посадишь глубоко, сгниет, посадишь мелко, значит, потом уже не сгниет. Корневая шейка будет практически на поверхности. Знаете, что у дерева есть? Корни разрастаются и поднимают дерево, чтобы спасти корневую шейку. И получается, со временем, холм, даже если его не было, со временем, холм нарастает. Но это потом. А наша задача спасти первый, второй, третий год, когда гниет абрикосовый штамп, гниет основание штампа. Грушевый гниет основание штампа. Вот это самое опасное. То, чего не знает этот завкафедра Мечужевского института. Если, конечно, это не поклёп от моего друга Володи, который вот мне это всё рассказывал. Если он ничего и напутал. Для меня жутко было, чтобы завкафедру учил закапывать по прививку. Вот. А может, он никакой не завкафедры. А 2000 черенков по 120 рублей. Ну, не может с такой себестоимостью быть. это надо ещё прибыль получить. Это явная зарубежная. Ну, вот всё купил, на то продал. И вот, значит, в зале сидели новички. И для них это и было. Засадишь глубоко, отсидится в заморозке. Вот. Не смог, мыши не докопаются. А засадишься глубоко. И опять, и опять. И уже фильм я про мыши создал. Сейчас вам покажу, лишний раз не помешает. Потому что всё надо успеть. Всё надо успеть. Всё. Так. Алексейка, Алексей. Объявление. Кстати, обратите внимание на объявление Алексейки, Алексейки. Он из первой десятки российских садоводов. И в этом десятке нет ни одного учёного. Уж извините. Я ничего не выдумываю. Вот. Вот его объявление. Так. Я его сейчас активирую. Видите. Это моя гостевая книга. На моём сайте. Повторюсь, раз уж увидел объявление, остальное это реклама. Я потом уничтожу. Значит, итак, если это объявление, вот здесь вот. Вначале надо набрать три слова. Сайт Садовода Железа. Где? В Яндексе. Так. Набрали. Так. Я не буду время терять набор. И вы оказываетесь вот здесь вот. Сейчас, минуточку. И вы оказываетесь Садсип. Это мой сайт. Здесь фото галерея, которую я уже показывал, боюсь ещё показывать. Но всё-таки про валидол скажу. Вот. А вот это гостевая книга. Вот это объявление Алексейка. Поинтересуйся идём. Всё-таки это вам не это самое. Этот вас не надует. Это наша элита. Алексейка. Так. Дальше попадаем в гостевую книгу. Так. И сейчас я вам скажу. Сейчас, минуточку. Лекция. Так. 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 Ой, нет. Как бы мне время сэкономить-то ваше и моё. В общем, мы поняли. Вам понадобится мой сайт, чтобы связаться со мной. Найти мой электронный адрес и накладать. Хочу диски или все или вот этот самый. И вот уважаемый Анатолий, тогда мы с вами можем дальше дружить. Теперь так. Техническое образование. Там было в письме написано. Повезло. Свой путь. Теперь всегда и самое главное всё, что вы видите. Больные гнилые. Я привитых деревьев. Больные листья жёлтые, чёрные, скрученные и с дырами высосанными телёй всё, что можно. Значит, это самое полусухие ветки. Всё. Никто из тех, кто вас учит, включая людей с академическим образованием, а никто из них не знает, что если там неполная биологическая совместимость, а откуда ж ей полной это взяться? Я спрашиваю одного учёного, раньше-то дружили, ну так, сквозь зубы, где вы берёте подвое для яблони. То есть учёный был вынужден заводить свой питомник личный, потому что ни хрена ему государство не платило. Он говорит, на ранетки. А ранетки у вас свои нет, мы по обмену. То есть ну как бы работает система. Ну как я с Латинковым, он мне там черенки груши без слив, я ему там черенки яблони. Ну так же между собой. А где же совместимость будет, когда на одной конце страны по двое, а на другой конце страны кривой. А кто будет совмещать? И вот получается потом, когда неполная биологическая совместимость, когда сразу раз в мёртвую привыка мёртвую, тут понятно. А она зараза полумёртвая, она ещё растёт, она ещё в голову моросит, она может до полношения дойти, а потом дохнет. что тут творится? Сколько выдумано болезни, только потому, что лист чернеет или это, сохнет или желтеет. Что только не придёт. Неполная биологическая совместимость. Ну, добейтесь вы её, и у вас, как у меня было позапрошлий год, холоднючий, каждый день дожди сыра, сыра, и ни одного пятышка на абрикосы. Это на абрикосах. И вот получается так, начали эту работу, выписывайте эти диски, иначе я зря старался, потому что без них вы же просили, как? А это 900 рублей, вот, плюс пересылка в 100-200. И что получается? Придётся немножко поработать, брать количество, что останется, ещё раз перепривить. Ну, а дальше наша песня хороша, вы всё знаете.